Регионально подвести некоторые итоги единого дня голосования, обсудить вопросы, которые есть, вручить награды, поблагодарить людей за работу именно с такой целью в Брест. Приехал глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко. Как показывает практика, любая избирательная кампания после завершения требует детального анализа, тем более, что единый день выборов в нашей стране проходил впервые. Единый день голосования прошел организованно в соответствии с действующим законодательством. Каких-то серьезных нарушений, которые могли повлиять на воле изъявления граждан, выявлено не было. И понятно, что мы впервые проводили такой день, единый день голосования. По обновленному законодательству в соответствии с теми изменениями, которые были внесены в Конституцию. Это требует вот такого, наверное, серьезного совета с теми, кто на практике применял это законодательство и те, кто проводил избирательные процедуры, которые предусмотрены законы. Выступая перед собравшимся активом первого региона, Игорь Карпенко подчеркнул высокий уровень электоральной активности как на Брещене, так и по стране. Как результат сформирован по обновленной Конституции депутатский корпус, также сформированы обе палаты парламента, начало работать все Белорусское народное собрание. Этот электоральный цикл – одно из важных мероприятий той политической модернизации, которая была начата в соответствии с обновленной Конституцией. Впереди нас ждут выборы президента, которые, в общем-то, поставят такую точку в этой политической модернизации. Но это не значит, что мы будем останавливаться на достигнутом. Страна, как всегда, принимает стратегические планы, программы социально-экономического развития. Мы уже в НС рассмотрели два важных документа. Это концепция нацбезопасности, военная доктрина. В перспективе – это программа социально-экономического развития на будущую пятилетку. То есть это говорит о том, что мы этот процесс политической модернизации не просто запустили, а мы его уже реализовываем. И избирательные кампании по выборам депутатов, единый день голосования, формирование ВНС и президентские выборы – это та часть огромной работы, которую необходимо было сделать в связи с обновленной Конституцией. За каждой электоральной кампанией стоят люди, которые выстраивают процесс и следят за ходом ее проведения. Это фактически общественная работа. Каждый занят либо на производстве, либо в учреждениях, но в период избирательной кампании. Они выполняют важную государственную функцию. В соответствии с законодательством организуют избирательный процесс. За достойный труд – достойные награды. О высокой ответственности членов территориальных, окружных, участковых, избирательных комиссий говорил каждый выступающий. Общаясь с большинством из вас, убедился о том, что у вас есть общее. Общее – это то, что объединяет присутствующих здесь, помимо активной гражданской позиции, высокое чувство патриотизма, преданности своему делу, добросовестность, трудолюбие. Это здесь собрались люди дела и люди, способные на невозможные. Время действительно выбрало нас. Действительно, в канун нашего святого праздника, Дня Победы, мы собрались для того, чтобы поблагодарить вас за тот кропотливый, очень скрупулезный труд по организации единого дня голосования, по формированию органов власти. Вы слышали, я Василий сказал, почти две тысячи депутатов всех уровней было избрано на территории нашей области. Были сформированы представители Совета Республики Национального Собрания, палаты представителей. Все те люди, которые сегодня являют в том числе и делегатами Всебелорусского народного собрания, определяют стратегические направления развития нашей страны, решают текущие вопросы жизнеобеспечения. За участие в общественно-политической жизни Брещны лучшие ее представители отмечены почетными грамотами и благодарностями администрации президента, Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь, Брестского областного совета депутатов и Брестского облсполкома. Хочу сказать слова благодарности за грамотно проведенную электоральную кампанию, потому что на самом деле нам в этом году с вами пришлось пройти очень хороший экзамен, потому что мы впервые в таком формате проводили выборную кампанию, когда мы одновременно в единый день голосования выбирали депутатов сельского, городского, районного, областного и национального собрания депутатов. И мы этот экзамен вместе с вами сдали на очень хорошую высокую цену. Время выбрало нас, поэтому, кто если не мы, да, не буду говорить, что это легко, но это ответственно и всегда очень приятно, если ты можешь принести пользу не только на своем рабочем месте, своему коллективу, но и какой-то общественной работой, взять немножко шире и на себя какую-то нагрузку, ну, потому что действительно, кто если не мы, это приятно, почетно, важно и нужно. Заслуженные награды получили порядка 70 представителей избирательных комиссий Первого региона.